Привет, ящики! Мы находимся в VR, и сегодня у нас запланирован побег с тюрьмы. Если ты ждал выпуска VR, то из тебя лайкос и, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. А мы начинаем! Пирсон Босс представляет. Как проложить путь из тюрьмы своими руками? В главной роли Луи Скорлупа. В фильме... Верёвка. О, Скорлупа, это же мой любимый актёр, здорово! Когда-то верёвка была благородным предметом, но сейчас по улицам ходят люди, привязывающие верёвки к собакам. О, ужас какой! Теперь верёвка вне закона, детки. Какое облегчение! Вот как их раньше делали. Шаг первый. Возьми кусок тряпки и вращай её вокруг своей руки. О, ну, в принципе, выглядит всё довольно просто. Ну чё, давай пробовать. Значит, у нас тут есть три тряпки. Сейчас у нас будет практический урок. Крутим-крутим своей ручкой. И получили кусок верёвки. Больше похоже на хвост какой-то плюшевой игрушки. Смотри, а он продолжает крутить на видео. Шаг два. Обмотай ткань вокруг верёвки. Ну да. Сейчас попробуем. Вот так, ручу-верчу. И верёвку удлинчу. Есть! Вот это уже похоже на верёвку. И последний кусочек ткани. Проделаем ту же самую процедуру с ней. Вуаля! Поздравляю! Меня поздравляет то, что я смог. Теперь пихаем верёвку в микроволновку. Чёрт, не дали мне это сделать. Ну, по крайней мере, я могу тебя официально поздравить с тем, что мы можем сделать верёвку. Предлагаю окунуться в ночь и заняться чёрными делишками. Хе-хе. Итак, что у нас осталось прошлого раза? Табак. Пару листочков. А нет, даже не пару. А так знатненько много листочков. Но, как ты помнишь, в прошлой серии мы научились рисовать и писать. Поэтому теперь мы бумагу на сигареты переводить не будем. Ну вот, разве что на последнюю. Потому что я не знаю, что делать с этим огрызком бумаги. Сигаретка готова. Прочим её от копов. Давай посмотрим, что у нас здесь. Хе-хе. Здесь ещё две почти табака. Ёдрён, батон. Некислые у меня тут запасы, слушай. Шо ж, ладно. Коншепча поменялась. Надо сделать ещё, ну как минимум, парочку сигарет. Шухер, шухер, копы вышли. Надо поторопиться. Рви улики. Вот так. Засыпаем табачкара. Раз кучка. И два кучка. Что-то мне почувствует, что я нифига не успеваю. Блин, ещё и бумагу порвал. Кстати, ты никогда не задумывался, почему я сижу в тюрьме, но работаю в перчатках? Чё там? Где там копы ходят? О, она так картофельно бродит. Товарищ полицейский. Я сейчас здесь занимаюсь рукоделием. Вы посмотрите только на меня. Бесстыжий, да? Хе. Успел. Успел, успел. Надо вот это ещё спрятать. И всё. Фух. Слава богу. Ловкость рук не пропьёшь. Особенно, если пить молочный сок. Хе-хе-хе. Ты когда-нибудь такой пил? Вот и я не пил. Последний рулончик. Шауха готова почти. Ну, да. Сигаретная шауха. Блин. Ужас какую говорю. Напоминаю тебе, что курение вредит любому здоровью. Неважно, твоё или чужое. Поэтому никогда не кури. Ну чё, вроде бы тихо стало, да? Копы куда-то свалили. Предлагаю написать романтическую записочку. А копы-то ходят? Это всё из-за того, что ты чёрная. Картофельна. Я тебя не заметил в тени. Так. Где мои тут тоинственные записочки? Мне тут, короче, пару знакомых подкинули дельный совет. Говорят, ты карандаш просто тыкай в бумагу. И всё будет писаться в два раза быстрее, чем бы ты просто водил карандашом по бумаге. Сейчас вот мы это проверяем. Вроде чё тут пишется. Вот ёкарный, не дали дописать, день наступил. Девятый день в тюрьме. Ладно, ночью продолжим. О, братюнь прибежал. Здорово, пуклый. Чё, есть там у тебя чем поторговать? Давай вначале посмотрим задание. Книжный клуб просит четыре сигареты и два романтических письма. Что ж, поможем книжному клубу. Достаю свою заначку, долларовую. Вот так вот. Надо закупиться. Я, правда, не знаю, чё я на доллар куплю. Бумага стоит три доллара. Табак два доллара. Надо достать ещё чё-нибудь из заначки. Вот эту вот вонючую сигарету тоже продадим. И думаю, пока хватит. Я тут подумал, а чё милодица? Сразу все сигареты сейчас спущу. Они все воняют. Только портят мне здесь атмосферу. Вот так вот. Я на районе поднял тебе бабла. Бумажку я откину. Проникнув за хрома, заветную заначку достану для тебя. Да пухляш? Я по-твоему не болтаю. Ну, я так понял, тебе понравилось. Значит, на выручку покупаем ещё один карандаш для того, чтобы ускорить процесс написания романтических писулик. И покупаем бумажечек. Как можем больше. Всё. Затарились с тобой так знатненько. Так что можно переходить к ночному бизнесу. Достаем все наши заначки, все бумажки, все писульки. Вот это вот незаконченное письмо. Этой ночью мы выполним заказ для книжных любителей. Или как там называется, кому мы дома не важно. Короче, сейчас мы настрадаем. Настрадаем. Настрогаем. Ну, в принципе, настрадаем и настрогаем. Одно и то же. Потому что писать мы будем с тобой драматическую комедию. Берём наше орудие графитовое в две руки. И начинаем строгать. Писать, черкать и рисовать. Одну писюльку мы с тобой закончили. Переходим на вторую. Надеюсь, она быстрее напишется. Пока копов нет. Можно черкать свободно. Ну вот. Две слезливые истории мы накатали. Одна про Любку. Другая про Гришу Потёмкина. Хочешь узнать историю, почему Потёмкина? Эй. Сам не знаю, закрытыми глазами писал. Даже не представляю, что я там настрогал. Всё, короче. Заказ выполнен. Где там этот бро... О, здорово, Пухляш. Короче, заказ готов. Всё по высшему разряду. Качественные романы, писюльки, все дела. Короче, как ты любишь. Раз письмецо. Два письмецо тебе. И сейчас заначки сигаретки достану. Четыре там штуки, да, не просили. Мог уж этот книжный клуб. Чем они там занимаются? А, не важно. Главное, что я сейчас репутацию себе подниму. Вот так-то. Подогнали листочки. Табака немножечко. Ну, естественно, репутацию поднял. Следующее задание. Жаркая бессонная ночь. А вот уроки письма, за которые я мог бы получить карандаш. Это да, это можно. Задание уроки письма я беру. Всё, Пухляш, давай, до свидос. Прежде чем мы начнём к выполнению задания уроки письма, нужно сделать перестановку. Мне чертовски неудобно каждый раз поворачиваться к этому комоду. Ну или тумбочке, кому как выгодно. Так что я планирую его переставить вот сюда. Чтобы всё было под рукой. Короче, всё пошло не по плану. У меня здесь кардинальная перестановка. Хочу поставить столик напротив двери, чтобы подпереть эту самую дверь. Чтобы в мой номер люкс больше никто не вошёл. Я, конечно, понимаю, что это полицаев не остановит, но всё же. Разгребаем потихонечку здесь контрабанду всю. Тумбочку ставим вот сюда. Здесь ей будет даже ещё лючий. Ай да я, ай да красавец. Возьми по финчую всё сделан. Сейчас ещё плакатик с тобой перевесим. Прям над столом хочу повесить. Вот тут, чтобы вообще прям по красоте было. Ай да я, вот это я понимаю. Всё, можно теперь заниматься дизайном камер. Сигаретки, сигаретки, это денюжки мои, вот так вот. Эх, фу блин. Надо же сперва свернуть, а потом слюнявить. Короче, я прикупил кучу бумаги, потому что для задания уроки письма нужно сделать как можно больше сигарет. А денег у меня было нифига не шишем, поэтому пришлось продать карандаш. И купить на вырученные деньги бумагу. Копы, копы, надо всё прятать. Вот так, бумажечки тоже сейчас уберём. Давай мы один листик с тобой оставим, посмотрим. Спалят нас или нет? Это же просто бумага, на ней ничего даже нету. Здрасте. По телефону болтает. Что такое, что такое? Бумага? Тебе бумага не понравилась? Это просто чистый лист. Ты чё, ё-моё? Как училка докопалась просто не до... Не до ничего... Не до чего. Аж язык заплёлся. Глянь-ка, что у тебя надзиратель спёр. Да я видел, что он у меня бумагу утащил. День двенадцатый. Ну, в принципе, сигареток у меня достаточно. Так что задание мы сейчас с тобой выполним. Йоу-йоу, да, бро. Короче, смотри. Я вот для урока письма... Блин, почему это урок письма называется? Если я ему нифига не карандаши сделал. Чёрт, блинский, блин. Ты посмотри, как неудобно здесь открывается стол. Из-за этой коробки, которую он сюда подставляет. Ладно, придётся выкручиваться. Всё. Всё сбагрили, там остальное на заначку мне. И теперь у меня снова два карандаша. Так что отбил свой проданный ранее карандаш. И получил новый на халяву. Короче, мы с тобой уже знатненько подняли репутацию. И теперь у нас есть возможность сбежать с этой тюрьмы. Нам помогут. Но для этого нам нужно в последний раз кое-что сделать. Это четыре сигареты и три верёвки. Задание называется отвлечение внимания. Что ж, надо прикупить побольше верёвок. Точнее ткани. Потому что у меня нет ни одной ткани, чтобы сделать верёвки. А как мы знаем, ткань очень дорогая. И нам её нужно очень много. Покупаем, значит, ткань. Она стоит 8 баксов. Одна ткань 8 баксов. Это ж разориться можно. Чёрт, придётся доставать все свои заначки. Не хватает денег на ткань. Поскольку мы бежим отсюда, предлагаю продать карандаши. Они нам больше не понадобятся. Тряпки-культяпки. У него тряпки закончились. Ладно, чё. Берём то, что есть. Должно, в принципе, хватить. Ну что? Приступаем к нашему коварному плану. План побега. Делаем как можно больше верёвок. Процесс это, конечно, длительный. Но что поделать. Я уже одну вон там вон скрутил. Сейчас будет уже вторая. Так. Дело в том, чтобы сделать нормальную верёвку, нужно 3 ткани. А купить такую ткань в больших количествах не всегда получается. Так что, вот так вот. Вторая готова. Так что пришлось пару дней потерпеть. Ну и всё. Теперь всё готово. И мы готовы сегодня сбежать. Всё, верёвки скручены. Я слышу, что там копы вышли. Надо это всё прятать. И ложиться спать. Чтобы выспаться перед побегом. О, здорово, братиш. Всё готово. Как ты и просил. 4 сигаретки и 3 вязаных верёвки. Верёвочки здесь. Тяготь. Мне кажется, что они не влезут в твою коробку. А не, всё нормально. Всё нормально. Последняя верёвочка. Осталось 9 баксов. Ну, пускай это достанется следующему. Заключённому. Который попадёт вместо меня в эту камеру. А тем временем мы сбагриваем все сигареты. Всё. Всё. Все приготовления я отдал. Отлично. Молот дали. Молот для побега. Чё, давай попробуем. Чтобы избежать, сломай решётку. Подожди, какая решётка, к чёрту? Кто же сломает решётки? Да вначале стены попробуем. Ага, стены непробиваемые. Трубу не сломать. Подожди, а как насчёт мебели? Мебель крепкая, смотри-ка. Плакат тоже непробиваемая решётка. А радиатор тоже непробиваемая. Ладно, ломаем тогда решётки. Как громко! Ё-моё, сейчас же копы прибегут. Обалдеть. Ээээээээ, валим, валим, валим! Эээ, чё? Чё, блин? Чё это за помещение такое? Это допросно? Тебе удалось сбежать. Стоимость проданных товаров 438 баксов из 300. Прошло дней 19 из 10. И прошло времени 5 из 3. Короче, бронзовую медаль мне дали за побег. Обалдеть. Бронзовую медаль, юху! Я третий. Следующая тюрьма, смотри, есть. То есть, получается, я сбежал из одной тюрьмы и попал в другую, да? Видимо, неудачный побег. Ну, какой есть. Если ты хочешь увидеть продолжение по этой игре и посмотреть, что там за следующая тюрьма, то с тебя лайкос и, конечно, подписочка, если ты ещё не подписан. А на этом всё. Тебе спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok